Бассейн на шесть дорожек, универсальный игровой зал с возможностью проведения соревнований всероссийского уровня и размещения до 400 болельщиков, а также фитнес-центр. Все это физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Старый аэропорт в Наринмаре. Его строительство уже началось. Сегодня подрядчик забил первую сваю. Заказчиком строительства выступает унитарная некоммерческая организация Фонд социально-экономических программ Ниницкого автономного округа. Она была создана акционерным обществом Ниницкая нефтяная компания в июне 2015 года для реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов на территории региона. Контракт на строительство стоимостью более 1 миллиарда рублей подписан с Печоры Девелопмент. Об этом в интервью телеканалу «Север» рассказал директор фонда Дмитрий Соколов. Физкультурно-оздоровительный комплекс возводят в микрорайоне Старый аэропорт по адресу улица Светлая. Площадь застройки составляет 4700 квадратных метров. Срок сдачи их запланирован на 4 квартал 2019 года. После ввода объекта в эксплуатацию спортивный объект будет безвозмездно передан в собственность Ниницкого округа. Масштабный физкультурно-оздоровительный комплекс возведут на Ринмаре на средства благотворительных пожертвований. Средства, ну скажем так, жертвования или благотворительная помощь осуществляется структурами негосударственными. И он строится не на федеральные, и не на муниципальные, и не на окружные деньги. Но на сегодняшний день самым главным инвестором, ну скажем так, жертвователем, да, является Лукоэл. Здание физкультурно-оздоровительного комплекса будет разделено на три функциональных части. В центральной части комплекса будут расположены фитнес-центр и универсальный игровой зал. В последнем будет возможно проведение соревнований по мини-футболу, баскетболу, волейболу и иным игровым видам спорта. Кроме того, универсальный зал оборудуют трибунами на 400 мест, и он будет рассчитан на проведение соревнований по мини-футболу всероссийского уровня по регламенту Ассоциации мини-футбола России. Особое место в спортивном сооружении займет водный комплекс. Он предусматривает бассейн с ванной 25 на 15 метров, подготовительный зал и трибуны на 200 мест. О том, что городу нужен дополнительный спортивный объект, и тем более бассейн, не понаслышке знает директор спорткомплекса «Норд» Игорь Соколов. Сегодня «Нордовский бассейн» — единственный на весь Наринмар и поселок Искатели. И вместить всех желающих он попросту не может. У нас одна единственная проблема. Люди просто не помещаются в плавательный бассейн, если простыми словами. То есть мы вынуждены будем в очередной раз кому-то отказывать в посещении. То есть настолько плотная загрузка плавательного бассейна. Это с 6 утра до 11 вечера и взрослые, и дети, учебные группы, абонементные группы. Если мы увеличиваем время для детей, которые в учебных группах, у нас получается страдает население, которое ходит на платной основе, приходится все время балансировать. Всего лишь три штатных дорожки, и то они не до конца нормативные, то есть узкие. Поэтому вот то, что будет новый ФОК с плавательным бассейном, где будет 6 дорожек, ну это разгрузит это безусловно. И он нужен уже с точки зрения плавательного бассейна уже очень и очень давно. Существующие мощности Норда загружены до отказа. И речь не только о бассейне, но и универсальных залах. Поэтому руководство спорткомплекса расширяет свою территорию. Позади здания сегодня идет возведение металлоконструкции будущего теннисного корта. Он будет рассчитан на два теннисных поля с покрытием хард. Это полторы тысячи метров игровой площади, и использовать ее можно будет для любого вида спорта, не только для тенниса, отметил Игорь Соколов. С возведением дополнительных мощностей в Норде, а затем вводом в эксплуатацию нового физкультурно-оздоровительного комплекса, возможности заниматься спортом у жителей станет намного больше. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.